Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Берег России» мы вещаем на пространстве от Екатеринбурга, Уральских гор до Тихого океана. И нас слышат, конечно, везде, где понимают и любят русскую речь, и кого волнует судьба нашего Отечества. И продолжаем говорить о событиях, связанных с геополитическими провокациями наших врагов, американских и всех мировых западных врагов, которые хотят разорвать Россию на части. Одной из успешных, вполне пока, на сегодняшний момент, успешных акций наших геополитических противников является ситуация, связанная с событиями в Екатеринбурге. Мы уже высказывались, на днях говорили, неоднократно высказывались по поводу этой ситуации. Сейчас вот обнаружили обратную реакцию на наше высказывание. Некий американский заштатный аналитик, не будем даже упоминать его здесь. Когда-то мы его упоминали на портале Русской Народной Линии, назвав его, так может быть, ласково, тритончиком. Ну, он тритончик был на фоне таких динозавров, как Бжезинский, допустим. Ну, Бжезинского сейчас нет. Я думаю, и тритончика скоро тоже не будет. Но дело не в этом. Дело в том, что реакция последовала, когда мы обозначили планы врагов наших, мы предложили нашим властям закрыть генеральное консульство США в России, вышвырнуть отсюда американских дипломатов, которые просто очень сильно вредят нашей стране и работают на разрыв территориальной целостности нашего государства. И вот реакцию мы обнаружили, примерно такую, что, оказывается, мы те, кто за целостность России, за возрождение нашего Отечества, за подъем России, мы, оказывается, православные националисты. Это с точки зрения тритонов, окопавшихся за бугром. А с точки зрения нормального русского человека, тритоны, они просто глубоко проникли сейчас в нашу русскую почву, американские тритоны. Их нужно оттуда вытаскивать и пересаживать обратно туда, откуда они взялись. В связи с ситуацией в Екатеринбурге мы сейчас читаем замечательный текст корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Текст вполне объективный, емкий, краткий, опубликован на портале «Царьград». Порталу «Царьград» хотелось бы еще раз напомнить, что сейчас в заточении находится Николай Владимирович Коклюгин, врач-нарколог, который еще 2-3 года назад показывал возможность вот такой ситуации, как в Екатеринбурге. И указывал на то, что будут использованы в этих так называемых майданных протестах силы неопятидесятников. В те силы, которые взрывали Украину. Почему напоминаем об этом каналу «Царьград» и всем нашим каналам, таким известным, популярным? Потому что все они почему-то молчат и не высказываются сейчас по поводу того, что уже более чем полгода, скоро уже будет год, Николай Владимирович Коклюгин находится в заточении. По ложному обвинению следствие по нему ведется с массой нарушений. Итак, читаем статью. Что происходит в Екатеринбурге и кому это выгодно? Материал был опубликован еще 16 мая, 3 дня назад. Сегодня, напомним, 19 мая. События в Екатеринбурге могут вызвать разлом не только в обществе, но и в территориальной целостности России. Об этом говорит Дмитрий Стишин. Мы уверены, что никакого разлома быть не может, потому что наши силовые структуры все-таки реагируют. Есть там крепкие, серьезные люди. И в этом мы убедились и в 90-х годах, когда эти люди не допустили разлома. И убедимся и сегодня, безусловно. Однако, мы говорим о том, какие притязания имеют наши враги, какие цели они ставят. А цели их, конечно, понятны. Разорвать Отечество. Итак, дальше. Многострадальный храм Святой Екатерины собирались восстанавливать еще в конце 90-х годов 20 века. Несколько раз меняли место его размещения. В итоге церковь пошла навстречу людям и отказалась от исторического места, где этот храм и был взорван в 1930 году. Для справки. Это вообще второе здание, которое было возведено в Екатеринбурге еще когда города такого не было. Наконец, в третий раз власть решила сделать все. Чтобы к ней не было никаких претензий. В декабре 2018 года были объявлены общественные слушания. В них участвовали свыше трех тысяч человек. Обратите внимание, три тысячи человек. На цифры обратите внимание, которые указывают здесь Дмитрий Стешин в своей статье. Определили место, куда можно прийти, посмотреть макеты. Указали места, куда можно пожаловаться и предложить корректировку проекта в письменном виде. По интернету или лично в какие-то приемные часы. Но люди, которые сейчас участвуют в протесте, по большому счету, храм и сквер не волнуют. Людей, которые сейчас участвуют в протесте, по большому счету, храм и сквер не волнуют абсолютно. Нужен лишь повод для раскачки ситуации. Сквер объективно имел очень жалкий вид. Мало того, что там просто нет деревьев, там еще была стихийная парковка. Получается, что жители, которые борются за этот сквер, бьются за нелегальную автостоянку. На Пасху там провели молебен. Место постройки храма осветили. В молебне участвовало 20 тысяч человек. Это к вопросу о том, что храм никому в Екатеринбурге не нужен, пишет Дмитрий Стешин. Мне не понравилось, что все происходящее вокруг этого сквера идет строго по майданным технологиям мягкой силы. Во-первых, слаженные информобеспечения либеральной общественности. Они задействовали все ресурсы. Достаточно гнусные вбросы через анонимные телеграм-каналы, которые выдаются за реальность. Дело в том, что одновременно с храмом этот проект вообще оценивал всю зону Екатеринбурга для застройки рекультивации и изменения. Там действительно будет комплекс зданий, но от храма на таком же удалении находится Ельцин-центр. Почему-то либералы пишут так, что на месте храма будет построен небоскреб с квартирами для попов и подземная автостоянка. Это совершенно грязная игра. И третье, что мне не понравилось, это реакция власти, говорит Дмитрий Стешин, которая никакой вины за собой по определению не должна чувствовать, потому что она все сделала честно. Власть просто обиделась и отказалась разговаривать с протестующими. Нужно было действовать строго по Административному кодексу Российской Федерации, статья 20.2, которая касается несанкционированных митингов, пикетов, вообще в первый день беспорядков задержать всех, кто там был, кто ломал забор и так далее. И абсолютно никаких претензий. Все бы это было сделано по закону. А в итоге я вижу, что на кого мочало, начиная с начала. Власть лежит в позе эмбриона, чтобы только почки не отбили. И вяло как-то дергает ногами, когда ее бьют, вместо того, чтобы действовать жестко, имея на это полное законное право. Я пока прогнозирую только развитие ситуации. Обострение будет к выходным. Но это писалось еще три дня назад. Обострения, слава Богу, сейчас нет. Посмотрим, говорит Дмитрий Стешин. Ну, уже посмотрели. На выходных обострения не произошло. Был сегодня молебен. Несколько тысяч православных собралось в районе будущего храма. Молились, стояли с иконами. Было очень много людей. Екатеринбург всегда был в зоне наших доброжелателей США. Читаем статью. Здесь находится самое большое консульство в этой части России. Здесь куча НКО работают в сетке Навального. Ельцин центр тоже не случайно появился. Он продолжает трудиться. Здесь создан определенный настрой в общественном сознании. Я не скажу, что он пророссийский и прогосударственный. Если, не дай Бог, представить, как можно расколоть нашу страну на части, линия разлома будет проходить по Екатеринбургу, который вполне может стать столицей независимой Сибири. Потому что это очень богатый и независимый город, обладающий военным и промышленным потенциалом. Я думаю, именно на это сделан расчет. Не понимаю, почему столько лет бездействуют люди, от которых зависит безопасность нашей страны. Задается вопросом Дмитрий Стешин, корреспондент «Комсомольской правды». На наш взгляд, здесь вполне четко и точно показаны ключевые моменты, связанные с событиями в Екатеринбурге. Статья, напомним, была три дня назад. Сегодня уже ситуация поменялась. Сегодня наблюдается некоторое затишье. Но это затишье вызвано тем, что власть идет на уступки провокаторам и предлагает вновь выбирать место для храма. Конечно, это поведение неправильное, потому что провокаторы, так называемые протестующие, которых на Майдан вывели сотрудники американских структур, вот эти провокаторы сейчас только получают в себе стимулы для дальнейших наступлений. И, конечно, они будут действовать дальше, будут требовать больше. И все это похоже на такое мягкое просто наступление на Россию. Вот такими шагами, что не хотите Майдана, действуйте. То есть шантаж, обычный шантаж. Действуйте так, как мы скажем. Хорошо. Спасибо. В эфире «Берег России». Это ведущий Игорь Анатольевич Романов. До новых встреч. С Богом.